все отлично бро хотелось бы узнать как зарабатывать на криптовалюте супер потому что на самом деле это очень насущий вопрос все приходят в крипту понятно за заработком за деньгами чтобы подоживиться немного это понятно потому что криптовалюта это все-таки про деньги изначально давай в формате этого разговора я тебе объясню какие есть способы заработка на крипте потому что направлений достаточно много и у тебя в голове сформируется уже такое как бы шапочка и ты будешь понимать что тебе более интересно где ты хочешь развиваться и откуда хочется в общем-то деньги забирать первое это трейдинг я думаю все слышали про трейдинг слышал про трейдинг слышал про трейдинг трейдинг это спекуляции на рынке все понятно купил дешевле продал дороже понятно есть разный трейдинг фьючерсный трейдинг долгосрочный тренинг но это всё про одно и тоже купить дешевле продать дороже поняли окей с трейдингом разобрались давайте поговорим про арбитраж арбитраж слышал что такое слышал отлично но эти еще раз я помню пожалуй арбитраж это да я не слышал окей давай вкратце я расскажу Что такое арбитраж? Начнем с того, что на разных биржах есть несколько разные стоимости на активы. То есть, условно, биткоин, окей, не биткоин, а какой-нибудь альткоин, может стоить на одной бирже одно количество долларов, на другой чуть-чуть дешевле, условно. И арбитраж это как раз таки про перепродажу токенов между этими биржами. То есть, ты покупаешь токен на бирже, где он стоит дешевле, продаешь на бирже, где стоит дороже. То есть, все очень просто, но разница в курсах, это называется спред, ты ее должен найти. И когда ты ее нашел, ты уже начинаешь гонять, гонять, гонять деньги вот по этой связке, так называемой, и получаешь себе доход. Окей. Окей. Поехали дальше. Трейдинги, арбитраж ты запомнил, теперь NFT. NFT это такая нашумевшая тема, которая была супер-супер в разгаре, там буквально полтора-два года назад. Все ее форсили, все перепродавали NFT-шки, обменивались картинками, считали, что это вообще нереальное будущее. Последний год эта тема не начала скисать, и сейчас NFT, честно, находится на таком дне, прямо. То есть, давайте я все-таки расскажу, хоть сейчас и не так выгодно покупать NFT-шки и ими обмениваться, но все-таки расскажу, чтобы вы понимали, что это такое. Извините, коллега, давайте подождем, когда пройдет трактор. Так вот, давай расскажу тебе все-таки, что такое NFT-шки, чтобы у тебя было понимание, что такое вирс заработка в крипте тоже имеется. Условно, это та же перепродажа. То есть, ты покупаешь, ищешь картинку, которая может стрельнуть в цене, покупаешь ее, пока она дешевая, она стреляет, ты перепродаешь. По идее, та же спекуляция, только на NFT-шках. Понял. Понял. Супер. Давай зарулим направо немножечко. Предпоследняя тема, как ты сможешь заработать на крипте, это амбассадорная программа. Это, кажется, такая тема, где не требуется никаких вложений. Понятно, прибыль гораздо меньше, но и вложений никаких не требуется. То есть, как это работает? Ты переходишь на какой-то сайт, выполняешь задание, регистрируешь, там, рекомендуешь друзьям условно, и за это тебе начисляют какой-то токен этого сайта, я не знаю, или этого стартапа. После того, как стартап релизится, то есть выходит на рынок, и стоимость этого токена может вырасти, и у тебя будут деньги, получается. Шанс того, что ты получишь реально большие деньги, очень маленькие, но, в принципе, и вложений у тебя ноль. То есть, ты, по идее, тратишь только свое время. И последний вариант, как ты можешь заработать на крипте, это play-to-earn игры. Как это переводится? Играй, зарабатывай. То есть, условно, так оно и есть. Ты играешь в игру на телефоне, на компе, без разницы, чаще всего на телефоне, и, выполняя задания в игре, ты тем самым зарабатываешь себе монетки или токены этой игры, которые потом можешь обменять на соответствующие реальные денежки, на реальные доллары, баксы, рубли. Пример это step-in, условно. Очень многие люди заработали на step-in, до того, как он обрушился, и как бы все потеряли деньги, многие успели заработать и вывести бабки. То есть, и таких проектов очень много, на самом деле. Их нужно просто поискать. Где-то прибыль с заданий больше, где-то меньше. То есть, понятно, что есть разница, но, в принципе, это действительно рабочая тема. Единственное, что, чтобы реально много заработать на таких, можно сказать, начинаниях, на таких действиях в игре, нужно вложить. То есть, как это работало со step-in, ты покупаешь какие-то дорогие кроссовки, там, за 10 тысяч долларов, ходишь в них и тем самым зарабатываешь себе на жизнь. Вот и все. Давай повторим еще раз. Трейдинг, арбитраж, NFT, амбассадорные программы и play-to-earn игры. Ты запомнил, какой тебе, друг, в ближий путь? Мне нравится больше трейдинг. Ааа, правильно. Ну, не, неправильно, в плане что? То, что тебе ближе, то и выбирай. Дальше углубляйся в эту тему, изучай ее, проникай в себя полностью и зарабатывай реальные бабки. Потому что, запомни, на крипте действительно можешь заработать. Рад, что был ты со мной. Давай, брат. Давай. Хорошего дня тебе.